Неправильное начисление платы за отопление и незаконное освоение денежных средств, предназначенных на капитальный ремонт дома. Такие нарушения были обнаружены при проверке деятельности компании «Стандарт», управляющей домом номер 55 по улице 8 марта. В прокуратуру обратился председатель совета жилого дома. В конце октября в интернете я прочитал, что открывается общественная приемная при заместителе генерального прокурора по УРФО перед приездом генерального прокурора Чайки. Я написал письмо на имя зам. генерального прокурора о нарушениях, которые компания «Стандарт» совершила в отношении жителей нашего дома. Данные нарушения заключались в том, что в 2009 году, в мае месяце, у нас был установлен прибор учета тепловой энергии. Но за все это время мы ни разу не получили корректировки платежей за отопление и за нагрев горячей воды в соответствии с постановлением номер 307, пункт 23Б. Который предусматривает ежегодную корректировку по этому вопросу. Компания мотивировала тем, что наш прибор учета не приспособлен для раздельного определения тепловой энергии, идущей на отопление и на нагрев горячей воды. Компания мотивировала это тем, что прибор учета не приспособлен для разделения горячей воды, предназначенной для водопровода и для отопления. Проверка показала, что это не так. Техническая возможность учитывать воду по-разному имелась. Также по-разному управляющая компания должна была оплачивать ее поставщику, компании «Стк». Как известно, горячее водоснабжение и отопление – это две разные услуги, которые оплачиваются по отдельным графам. В результате незаконных действий управляющей организации, которая не производила установленные законодательством платежи, перерасчет платежей за отопление за периоды 2010-2011 годов, жильцам указанного дома был причинен имущественный ущерб на сумму, по данным прокуратуры, свыше 1 миллиона рублей. Делом полиции номер 4 материалы прокуратской проверки рассмотрены и принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 165 – это причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. При дальнейшей проверке деятельности стандарта обнаружилось еще одно нарушение. Средства, предназначенные на капитальный ремонт дома, были израсходованы в отсутствии решения общего собрания жильцов. Процессуальное решение по этому эпизоду будет принято в ближайшее время. Этим занимается тот же самый четвертый отдел полиции. Работа временной приемной генерального прокурора продолжается.